Всем привет, мои хорошие! Ну что, сегодняшний влог начну с нашей спальни. Здесь у меня находится шкаф с одеждой. И хочу показать, что не стоит брать с собой в путешествия, если вы собираетесь переезжать жить в тёплую страну. Ну вот, не стоит брать. Отбросьте все свои, так сказать, эти привычки городские. Сейчас я буду показывать, сколько я обуви с собой натащила. Так говорится, сороконожка такая. Это ещё как бы не вся обувь, я ещё половину оставила в Бресте. Но это самое любимое, которое я думала, что буду здесь одевать. И сейчас буду рассказывать, что я из этого одела сколько раз. Так, кошка рвётся в двери. Аж не может, тут царапала мне. Очень любит на нашей кровати спать. Ладно, прервались, прервались. Показываю. Так, кроссовки. Красивые белые кроссовки. Красивые белые кроссовки. Но настолько неудобные. Я их купила. Видите, какая подошва. То есть, они такие вот не гнутся. Поэтому очень неудобно в них ходить. И даже болят ноги. Наверное, три раза я их одела за всё время, что здесь нахожусь. Так, вот эти красивые мои туфельки. Турецкая кожа. Красивые туфельки. Да, как это правильно называется, да? Забыла слово. Так, кошка опять пришла с разведкой. Что ж у меня? А, она ещё обожает лазить в шкафы. Боже, сейчас начнётся. Да, Мапола? Короче, вот эти туфли я одела здесь ни разу. Точнее. Я здесь их не... Я одела их здесь. Эээ, Мапола! Ты сейчас залезешь, и будет там мне шерсть. Так. Надо трюшечки прикрыть. Это ж любимое дело. Да? Скажи ему, Пола. Так, перфили. Так, короче, вот эти вот туфельки я ни разу здесь не одела. Ну, вот ни разу. Может, если бы мы жили в городе, не знаю, Санта-Круз, где-нибудь там. Вот так как мы живём здесь в деревне, не востребовано. Так. Вот эти шлёпочки. Мои парадно-выходные с бриллиантами такие вот турецкие. Эээ? Куда лезешь? Ну, Пола! Чш! Не люблю, когда... Шерсть-капа. Вот мои турецкие шлёпочки. Ну, я их пару раз одевала здесь. Ну, наверное, раз пять одела. Я их как бы брест ещё носила. Ну, тоже не очень удобная здесь подошла. Но жёсткая, поэтому тоже после них потом болят ноги. Так, мои обалденные вот любимые туфли. Лодочки, видите? Тоже турецкая кожа. Обалденно красивые. Правда? Такая вот лодочка. Пудровый цвет. Очень нежные. Очень удобные. Ну, я их одевала тут, ну, тоже раза четыре, наверное. Вот, когда что-то дома мы праздновали, я одевала за стол. Ну, и, наверное, в город Лагуну я в них ездила. Ну, тоже три-четыре раза. И мои свадебные туфли. Я их покупала на свадьбу. Перкарден. Кожаные туфли. Так, прикруем. Короче, вот мои обожаемые, любимые свадебные туфли. Почему обожаемые? Очень удобная колодка здесь. Я, когда их обуваю, вот я в воскресенье их обувала, когда в ресторан ходили, просто как в тапочках. Ну, просто как в тапочках. Очень удобные туфли. Вот такая красота. И сколько я их тут одевала? Тоже день рождения одевала. Ну, тоже три раза я их, наверное, родила за все время. Три раза туфли. Вот такой здесь каблучок небольшой. Очень удобно. Так, кошка не может, так сказать, успокоиться. Да, от шкафа. Ну, вот такие вот мои туфли. То есть, чтобы вы понимали, что туфли здесь вообще не востребованы. Если я в Бресте носила туфли, не снимая, но опять же у нас такая вот эта погода, осень-весна, да, то есть, когда вот так холодно, и не хочется все время ходить в кроссовках, ты меняешь как бы вот на туфли. Поэтому я говорю, я снашивала очень много туфлей. Здесь же это вообще не востребовано. Во-первых, почему? Потому что еще неудобно, что здесь в основном эти все города и поселки вот так. Гору из горы. Гору из горы. Поэтому, соответственно, здесь в Тенериеве мне нужна удобная обувь. Это кроссовки и тапки. Сейчас буду показывать, что я ношу здесь больше всего. Так, здесь у нас такая комната, так сказать, где мы развиваемся. Вот. Вот эти кроссовки я ношу не снимаю, бежевые. В этих иногда хожу гулять. Не знаю, здесь как бы более такая удобная подошва. Можно в них спортом заниматься гулять, но я их редко одеваю. В основном хожу вот в этих вот бежевых кроссовках. И вот мои двое шлепочек. Двое шлепочек. Покупала вообще практически за бесплатно. Не знаю. За одну пару заплатила 5 долларов, вторая досталась бесплатно, грубо говоря. Ну, вы знаете, даже такое хорошее качество. В принципе, я вот их носила в том году. Это носила вот эти шлепки целое лето. Несмотря на то, что здесь, видите, вот эти вязка такая, да. То есть ничего не случилось. Я их аккуратненько губкой мою сверху. Вот видите. В том году относила сезон. И здесь уже полгода хожу в этих шлепках. Эти реже одеваю, потому что у меня как-то здесь скользит нога. Ну, вот тоже у меня в таком хорошем качестве шлепки за 5 баксов. Очень удобно. Предпочитаю такие шлепанцы, чем сланцы, потому что от сланцев болят как бы пальцы. А вот когда вот так пальчики уходят, все. Мне тогда больше нравится шлепанцы. Но мне не хватает. Здесь тоже каких-то резиновых шлепанец. Вот имейте в виду, кто собирается на Танериф и на отдых. Какая-то нужна такая вот резиновая обувь ходить вот по этим вот скалам, камням. То есть здесь очень много таких вот как бы натуральных этих бассейнов. Чаркас называется. Когда океан отступает, здесь такие подаются специальные вот такие резиновые калоши. То есть в китайских магазинах их можно найти. То есть вот такие вот они резиновые, сверху резина. Я так понимаю, вот в этих вот резиновых калошах можно как бы ходить по этим вот камням. Пошу босиком, но по крайней мере мне очень больно. Так, здесь мой небольшенький гардероб. Так, все не утюжено, потому что я люблю утюжить перед тем, как буду одевать. Все пусть и она, но не утюжено. Показываю. Так, это у меня такой тут элегантный халатик. Так, вот такая вот рубашка. Не ношу, потому что рука отекла и как бы пережимает мне. Не ношу. Платьишко вот это, кто видел. Всем понравилось. Длинное оно у меня. Один раз одела. Один раз я его одела. Платьишко вот такое. Наверное, раза два я его одела. Так, здесь у меня вот эти вот брючки. Так, черная блузка у меня в стирке. Это желтая рубашка. Ну, может, три-четыре раза ее одела тоже. Вот такая белая рубашка. Раза два одела. Вот такая голубая. Ну, раза три одела тоже. И вот такая у меня здесь кофточка и блузочка. Рубашечка белая. Тоже раза три-четыре одела. Как видите, люблю более такие светлые тона в одежде. Мой любимый вообще цвет белый. Белый, голубой, желтый, такой розовый. Здесь вот у меня, получается, шортики-майки. В основном вот это моя одежда на каждый день. Шорты-майки. Иногда одеваю платья. Вот. Шорт очень много. Ну, здесь как бы белье у меня, купальник. Ну, и говорю, вот в основном одеваю вот это. И я разговаривала со своей подружкой, которая жила в Турции. И она, привет. Она тоже говорила, что в ее гардеробе вот исчезли эти платья, брюки элегантные. Каблуки, которые мы привыкли носить в наших странах, там, Россия, Беларусь, Украина. Тоже перешла на шорты-майки. Может, что климат расслабляет. Знаете, что там вот в этих, так сказать, южных странах тепло. Не надо кутаться в эти тысячу и одну одежду. Вот. Поэтому в основном вот так вот на релаксе, по-простому. Майка, шорты. Ну, иногда, говорю, какое-то платье одеваешь. Обувь тоже максимально удобная. Кроссовки, какие-то шлепки. Вот, говорю, все стоят туфли без надобности. И, как говорится, нафига я их сюда тянула. У меня чемодан весил, ну, небольшой был чемодан, таких средних размеров. Чемодан весил 17 килограмм. Вот, казалось бы, столько обуви, одежды. И все это всего лишь весило 17 килограмм. Вот, представьте, когда люди тащат по 25 килограмм чемоданы. Что, говорю, у меня в 17 килограмм уместилась, грубо говоря, вся моя жизнь. Здесь у меня еще стопка теплых вещей. Я же, как всегда, наберу с собой целую кучу одежды. Ну, джинсики одни. Как бы, вот, две такие баечки. Платьишко, вязаная кофточка, джинсики. Вот такая кофточка-баечка. Вот такая баечка. Платьишко такое у меня красивое. Еще одна кофточка. И вот такая еще вязаная кофта. И такая же белая еще есть. Вот здесь в шкафу еще у меня получается такая белая кофта. Теплая юбка. Штаны черные, это юбка, кто видел. Как видите, вещей тащила много. Ненужных вещей. То есть, я сейчас, говорю, почти ношу вот майки-шорты. Такую вот удобную одежду. Если бы я знала, что мне это, конечно, все не понадобится, учитывая, что в грязи я это все носила. И кофты, и платья, и блузки, не снимая. Ну, говорю, здесь с учетом, так сказать, жизни все поменялось. Может, если я буду ходить на работу, я не знаю, может, это в офис работать, буду это носить. А так как я сижу дома, грубо говоря, максимум какой-то магазин, ну, вот ездим куда-то путешествовать. Даже если куда-то едем путешествовать, всегда одеваешь какую-то максимально удобную одежду, то уже те же шорты, майки, если куда-то в горы едешь. Это вот если иногда мы выезжаем в горы, то я уже тогда одеваю что-то такое уже поэлегантнее. Вот. Поэтому имейте в виду, кто собирается переезжать в теплую страну, не знаю, Испания, Италия, Турция, больше берите с собой вот таких вот летних вещей, шорты, майки, такие попроще. То есть, ну, конечно же, какой у вас стиль в одежде, может, вы такая прям вот не можете без костюмов, без стил какого, но хочу сказать, что, в принципе, здесь жизнь расслабляет, уровень жизни совершенно другой, люди простые, не заморачиваются особо по внешнему виду. В основном предпочитают удобство, как в одежде, так и в обуви. Поэтому, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Для тех, кто подписан, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok